Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Мы начинаем пресс-брифинг об инциденте с аварийной посадкой самолета Boeing 737 компании Ryanair в Национальном аэропорту Минск 23 мая 2021 года. Я хотел бы представить участников нашего брифинга. Это Артем Игоревич Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Республики Беларусь. Игорь Владимирович Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь. А также Леонид Николаевич Чуро, генеральный директор государственного предприятия БелАэро Навигация. Уважаемые коллеги, мы работаем в течение 30 минут. У нас запланированы сообщения наших участников. И таких сообщений мы планируем два. Это Артем Игоревич Сикорский выступит с небольшим сообщением. И Игорь Владимирович Голуб. После чего у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы, на которые, я уверен, ответят наши спикеры. Итак, Артем Игоревич, попрошу вас начать. Пожалуйста, включайте микрофон. Вам слово. Уважаемые госпожа и господа журналисты, хотел бы вас проинформировать о следующем. 23 мая 2021 года на электронную почту национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфи Экономик Форум возвращаются домой рейсом Фокстер Тромео 49-78. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Виннюсом. С учетом серьезности поступившей угрозы, информация из национального аэропорта Минска была передана в соответствующие органы управления воздушным движением государственного предприятия Беларо-Навигация. Только представьте себе, что могло бы случиться в Виннюсе, аэропорт которого находится прямо в центре города, если бы информация, не дай бог, оказалась бы действительной. В соответствии с Чикарской конвенцией, а также требования национальной программы защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства, был введен в действие механизм руководства ответственными действиями в связи с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Рейс Фокстрат-Ромео 4978 следовал по маршруту Афины-Греция-Вильнюс-Литва. Выполнялся на самолете Boeing 737-800 компания Ryanair. Вылет из аэропорта Афин воздушным судном осуществлен в 10 часов 10 минут белорусского времени. Вход в воздушное пространство в Республике Беларусь под управлением Минского района Центра управления воздушным движением состоялся в 12 часов 30 минут. После установления связи между белорусским диспетчером и экипажем воздушного судна сразу же была доведена информация о поступившей грозе, связанной с возможной закладкой на борту воздушного судна взрывным устройством и приведением его в действие в Вильнюсе. В этот момент экипаж мог воспользоваться возможностью и принять решение вернуться во Львов, в Киев, сесть в Варшаве, продолжить полет до Вильнюса и так далее. В 12 часов 34 минуты диспетчерам было предложено воспользоваться услугами национального аэропорта Минск. Необходимо отметить, что национальный аэропорт Минск имеет все необходимое оборудование для посадки самолетов даже в сложных метеорологических условиях и длину полосы 3600 метров. Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации, и ему было сообщено, что первичная информация поступила в национальный аэропорт Минск. До этого руководитель полета Минского района Центра управления воздушным движением несколько раз пытался дозвониться до представительства компании РНР в Литве, но связаться с кем-либо из представителя компании у него не получилось. После получения и уточнения информации экипаж рейса «Форста Тромео 4978» в соответствии с установленными международными требованиями в 12.47 белорусского времени установил на борту самолета код ответчика 7700, указывающий на наличие аварийной ситуации, и в радиотелефонном режиме запросил помощи установленной фразы «Майдэй». После этого экипаж сообщил, что принял решение совершить посадку в национальном аэропорту Минск. Почеркиваю, что согласно стандарту 3.7.2 приложения 2 к Чикайской конвенции, если воздушное судно стало объектом незаконного вмешательства, командир воздушного судна делает попытку в кратчайший срок выполнить посадку на ближайшем приемлемом аэродроме или на специальном аэродроме, назначенном соответствующим полномочным органам, если обстановка на борту воздушного судна не требует иного. Хочу подчеркнуть, что по данным расшифровки переговоров между диспетчером и экипажем, давления на принятие решения со стороны белорусских диспетчеров не было. С учетом решения, самостоятельно принято экипажем, ему была оказана вся необходимая первоочередная помощь. В национальном аэропорту Минск был введен в действие соответствующий аварийный план, восстановлены порядки, повещены и предъявлены в готовности соответствующие службы аэропорта и других органов госуправления. Посадка воздушного судна «Фокстрот Ромео 4978» в национальном аэропорту благополучно совершена в 13 часов 15 минут. После посадки самолет в соответствии с требованиями авиационной безопасности был определён на специально изолированную стоянку, где в отношении воздушного судна, экипажа, пассажиров, багажа, груза, почты были совершены соответствующие действия по досмотру и опросу. Указанные действия предусмотрены и должны выполняться государственными согласно стандартам, изложённых в главе 5, приложении 17-го Чикарской конвенции. После окончания проведения всех процедур в 16.20 воздушного судна, рейс, было предложено этому воздушному судну вылететь из национального аэропорта Минска. Однако воздушное судно вылетело только 2 часов 48 минут из национального аэропорта Минск. И совершило потом благополучную посадку в аэропорту Вильнюс. По предварительным оценкам Департамента по авиации, с учётом требований международного законодательства, диспетчерский состав органов УВД, государственного предприятия Беларонавигации, экипаж воздушного судна, задействованный в национальном аэропорту, силы и средства в описанной ситуации действовали в рамках требований, предписанных Международной организации гражданской авиации. В то же время внешний информационный вброс и некомпетентные оценки со стороны и в отношении действий белорусских уполномоченных властей шокируют и вызывают неприятные удивления в Департаменте по авиации. 23 мая обостоятельства данного события Департамента по авиации было доложено президенту Совета ИКАО и Всевероатлантическое бюро ИКАО. Сегодня в соответствующее уведомление отправлено государство регистрации и государство эксплуатантов воздушного судна. В настоящее время создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего события. Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации ИКАО, Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА, Европейского агентства по безопасности полетов ИАСА, представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события. Мы готовы предоставить всю объективную информацию и в первую очередь материалы переговоров диспетчер-пилот. И вместе с тем мы также просим соответствующей авиационной администрации предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна для того, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчера действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления или принуждения к посадке воздушного судна не было. В заключение я попрошу заинтересованных лиц дождаться объективной оценки случившегося, не принимать эмоциональные решения до окончания расследования, не политизировать данную ситуацию и принять участие всех заинтересованных в расследовании должного события. Хочу заверить, что со стороны белорусских авиационных властей принимались и всегда будут приниматься необходимые меры в соответствии с международным и национальным законодательством, направленные на обеспечение надежной защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. Для Департамента по авиации безопасность полетов и авиационная безопасность всегда будет приоритетом номер один. В заключение хотел бы отметить, что командирам было принято правильное решение, смелое решение посадить это воздушное судно в национальном аэропорту Минск, тем самым обеспечить безопасность экипажа, пассажиров и людей, которые находятся на земле. Мы сегодня также высказали слова благодарности компании «Райан-Р» и экипажу воздушного судна за правильные, умелые действия в условиях дефицита времени и необходимости принятия этого решения. Спасибо. Спасибо, Артем Игоревич. Игорь Владимирович, пожалуйста, вам слово. Уважаемые дамы и господа, еще раз добрый день. Командующий военно-воздушными силами и войсками противодушной вороны генерал Майор Голуб. Как уже вам довел информацию директор департамента нашей гражданской авиации Артем Игоревич, вчера в средствах массовой информации появились информационные вбросы, что гражданское воздушное судно было принуждено к посадке действиями дежурного экипажа, входящего в состав военно-воздушных сил и войск противодушного обороны Республики Беларусь, именно МИГ-29. Сразу хочу сказать, что это был информационный брос. Почему был брос, я сейчас вам поясню. Если вы внимательно слушали доклад директора департамента Артема Игоревича Сикорского, он вам привел хронометраж и время, во сколько были поданы команды и какая команда прозвучала в какой промежуток времени. Это все подтверждается материалами объективного контроля, фиксируется в средствах магнитофонов на борту воздушного судна, на других источниках объективного контроля. Итак, Артем Игоревич Сикорский довел, что команда и код ответчика, команда «Мэйдэй», а это по международной классификации «Терплю бедствия» для принятого во всей гражданской авиации, и код ответчика были включены в 12 часов 47 минут белорусского времени, оно и соответствует и московскому времени, 12 часов 47 минут. Оперативному дежурному центрального командного пункта военно-вздушных сил и войск противодушной обороны команда от диспетчера аэропорта «Минск-2» поступила в 12 часов 48 минут, ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться на аэродром «Минск-2». После соответствующих процедур, согласований, мной было принято решение в 12 часов 58 минут дать команду дежурному экипажу в воздух. 12 часов 58 минут. Дежурный экипаж в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативом по времени нахождения в готовности номер один произвел взлет в 13 часов 0,4 минуты белорусского или московского времени. 13 часов 0,4 минуты. В это время воздушное судно, на котором было включено сигнал «Мэй-Дэй», уже находилось в районе населенного пункта Столбцов. Все материалы объективного контроля или скриншоты, как мы и называем, комплексные средства автоматизации, они сейчас задокументированы. И в случае, так скажем, принятия решения руководства Министерства обороны, они могут быть представлены для средств массовой информации. То есть, еще раз повторяю, 13 часов 0,4 минуты экипаж только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком заранее принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных, так скажем, источниках, ее не было. Не было. Самолет воздушное судно гражданский уже следовал на посадку, заходил по схеме на аэропорт Минск-2, согласно принятого решения командиром экипажа данного воздушного судна. О чем, Артем Игоревич, вам сейчас это довел. В 13 часов 18 минут мы получили информацию от диспетчера Минск-2 о том, что благополучно Боинг 737 ирландская авиакомпания совершил посадку в аэропорту Минск-2. После этого дежурный экипаж, который находился в это время в зоне дежурства над аэродромом Мачулищи, если вы карту можете посмотреть, где находится Минск-2, где находится аэродром Мачулищи, это тоже подтверждается материалами объективного контроля, он с этой зоны дежурства был направлен на посадки аэродром Барановичи. Все материалы объективного контроля имеются, поэтому эта информация будет подтверждена, и она уже подтверждена всем тем, что мы сейчас имеем. Поэтому говорить о том, что действиями дежурного экипажа был прекращен полет данного воздушного судна, и он принудительно совершил посадку под действиями дежурного экипажа, это неправомерно. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Игорь Владимирович. Если не будет дополнений, мы переходим к вопросам журналистов. Уважаемые коллеги, если вопросы есть, просьба представляться, включать микрофоны на ваших рабочих местах, это обязательное условие, учитывая, что мы ведем прямую трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра, чтобы нас могли не только видеть, но и услышать наши коллеги. Итак, если есть вопросы, пожалуйста. Есть вопрос, пожалуйста, рядышком с вами микрофон, зеленые клавиши на пульте, включайте. Информационное агентство «Спутник». Скажите, пожалуйста, Литва заявила о том, что вводит запрет на использование аэропортов страны для полетов, пролегающих через Беларусь с 3 часов вторника. Как вы можете это прокомментировать, и уведомила ли Минск, литовская сторона об этом? Спасибо. В настоящее время литовская сторона еще не уведомляла официально Минск об этих ограничениях. С другой стороны, еще раз повторюсь, мы очень сожалеем о том, что наши коллеги принимают какие-то эмоциональные решения, не дождавшись каких-то окончательных расследований. Предварительная информация направлена, установлена в порядке ВКО и направлена в авиационную администрацию государства регистрации, государства эксплуатанта воздушного судна. Значит, если есть заинтересованность у авиационных властей Литвы и, в первую очередь, у специалистов по авиационной безопасности принять наше предложение и рассмотреть эту ситуацию здесь, на месте, объективно рассмотреть все данные средств объективного контроля, мы их приглашаем для этого прибыть в Минск и на месте рассмотреть все эти материалы. Я считаю, что эти решения эмоциональны и продиктованы какими-то вопросами, не связанными с вопросами безопасности полетов и авиационной безопасности. Вероника Абута, агентствователь новостей. Какая сейчас ситуация складывается в небе и как могут появлять заявления, которые сегодня на протяжении дня звучат из Европы, что прекратятся полеты над нашей территорией? Как это может отразиться на Беларуси? Ну, работаем мы персоналом. Да, есть такие заявления, но я думаю, что оснований никаких нет. Это в любом воздушном пространстве, где идет управление воздушным движением, и служба управления воздушным движением, она выполнила все в соответствии с своими технологиями и должными обязанностями. И в любой стране, если бы это происходило, не дай бог, это то же самое, были бы выполнялись такие операции. Значит, командир принял решение о посадке в национальном аэропорту Минска. Командир принял. Ну, изменения по трафику небольшие есть. Смотрели, это «Аэрбалтика», где-то два самолета сегодня обошло. Ну, какие основания для этого? У нас в среднем в сутки сейчас, в условиях даже пандемии, в среднем обслуживается около 400 воздушных судов в сутки. То есть пока мы фиксируем единичные отмены пролета воздушного пространства Республики Беларусь, но еще раз хотел бы всех заинтересованных привлечь, сказать, что это, во-первых, и экономически невыгодно для авиакомпании облетать Беларусь, потому что мы все равно кратчайший коридор для полетов на территорию Российской Федерации. И с учетом того, что воздушное пространство на Донецком, Украина закрыто. Поэтому все-таки я хотел бы, чтобы экономический смысл преобладал. Это, во-первых, и правильные дружеские взаимоотношения между странами тоже, чтобы эта ситуация не политизировалась. Никаких угроз для безопасности полетов воздушных судов, которые идут через наше воздушное пространство, нет. Мы это заявляем с полной ответственностью. Спасибо. Итак, коллеги, если есть вопросы по теме нашего брифинга, пожалуйста. Есть вопрос? Пожалуйста. Я тогда продолжу. Вероника, будто агентство теленовостей, кто войдет или вошел в комиссию по расследованию с нашей стороны. С нашей стороны возглавляет и будет директор департамента по авиации, войдут представители силовых органов, войдут представители Министерства обороны. И мы, как я еще раз говорю, мы привлекаем, внесли предложение в ряд международных организаций гражданской авиации. Это ИКАО, это ИАСА и ИАТА, для того, чтобы они направили своих представителей для участия в этой комиссии. Есть какая-то предварительная цифра, какие финансовые потери может понести Беларусь в том случае, если европейские компании откажутся летать через белорусский аэропорт? Так, коллеги, не забываем представляться и придерживаемся темы брифингов. Спасибо. Такие расчеты мы не делали, и мы надеемся, что все-таки благоразумие пострадавствует и подобным санкциям недружественным европейские компании, Европейский Союз не приступят. Да, пожалуйста, следующий вопрос. Дима Игоревич, еще один вопрос от «Спутника». Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что планировался вылет в 16, ну, предлагали вылететь в 16, а вылетел самолет на много часов позже. В связи с чем это? И вот вопрос по поводу количества пассажиров. Там говорили, что сообщалось, что 123 пассажира. Ну, другие источники говорили, называли эту цифру гораздо больше. Спасибо. По имеющейся информации, все действия по авиационной безопасности были закончены в 16 часов 20 минут. Воздушное судно могло отправляться. Буквально в это время командирам был подан флайт-план на вылет из национального аппорта Минск в аэропорт Вильнюс. Но решением командира воздушного судна, вылет воздушного судна постоянно переносился не по решениям белорусской стороны. Мы бы были готовы выпустить, аэропорт бы готов был выпустить, обеспечить взлет этого воздушного судна, как только были закончены все необходимые мероприятия по авиационной безопасности. Вместе с тем, вы видите, что самолет взлетел гораздо позже. И для чего это делалось? Для того, чтобы было какие-то вопросы состояния командира воздушного судна. Все равно, вы поймите, для летчика это определенное напряжение. Когда он в полете, с учетом дефицита времени, получает определенную негативную информацию, к которой ему надо принять быстрое решение. Потом за это решение явно оказывается определенное давление с той или иной стороны. То есть почему он принял решение вылетать позже? Это решение командира воздушного судна. Как бы давить, влиять на это решение мы не можем. То есть мы готовы были предоставить все необходимые условия для отдыха как экипажа, так и пассажиров воздушного судна, обеспечить соответствие со всеми стандартами при необходимости горячее питание и так далее, и так далее. Но командир принял решение взлетать гораздо позже. Оснований каких-то у нас с нашей стороны нет. Его решение это в первую очередь командир принимает из соображения безопасности полетов. И принимал, искать и собственного психологического, физического и другого состояния, и той информации, которую он получал от соответственно своих руководителей авиакомпании. Я разрешите, дополню слова Артема Игоревича. По данным нашего контроля, военно-воздушно-силы военно-воздушно-обороны, взлет Боинга 737 на Вильнюс с аэропорта Минс-2 прошел 20 часов 48 минут. И в 21 час 15 минут он благополучно пересек государство на границе Республики Беларусь в воздушном пространстве с Республикой Литва. Спасибо. А вот то, что касается численности пассажиров. По имеющейся информации, на борту было 123 пассажиров. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста, ваши вопросы. Хотела бы уточнить один нюанс по международным авиационным правилам. Если случается в воздухе вот такого рода инцидент, посадка должна производиться на ближайший аэропорт, либо в той стране, в небе которого происходит этот инцидент. Спасибо. В соответствии со стандартом МИКАО, это пункт 3.7.2, приложение 2, командир воздушного судна предпринимает решение, то есть либо он идет на запасной, либо на какой-то специализированный аэропорт, либо продолжает полет до аэропорта назначения. Ему оставалось до аэропорта назначения Вильнюс 70 километров, до аэропорта Минск-2 у него оставалось 175 километров. Вместе с тем, я еще раз повторяю, я считаю, что командиром принято правильное решение. Он полетел на более оборудованный аэродром с более длинной взлетно-посадочной полосой, который не находится в пределах города, как во многих других аэропортах. Я еще раз говорю, представьте, что могло бы случиться, если, не дай бог, над Вильнюсом эта информация сработала. Плюс психологически для летчика очень важно. Ему поступает команда, что на борту воздушного судна сообщение, что на борту воздушного судна бомба, и она сработает в Вильнюсе. Это как такие определенные реперные точки в анализе текущей ситуации летчика. И он принимает решение. Поэтому в этой ситуации пилот мог вернуться во Львов, он мог вернуться в Киев, он мог полететь, взять, он уходил в воздушное пространство Беларуси в районе Пинска, он мог взять Ливию и лететь в Варшаву. Еще раз говорю, ему оставалось определенные 70 километров до аэропорта назначения. И литовская сторона знала, что такая информация прошла к экипажу воздушного судна за минирование. Вместе с тем он принял решение, то есть исходя из анализа текущей ситуации, следует национальный аэропорт Минск. Это, еще раз повторюсь, это принципиально право командира. Он оценивает вопросы посадки, исходя из соображения безопасности. Если тот или иной аэропорт, даже запасной, но, к примеру, по тем условиям посадки, он не может благополучно закончиться, он предпринимает решение полететь на другой паскай, может быть, иногда будет дальний аэропорт. Это прерогативы командира. Я еще раз добавлю, Артем Игоревич, я как командующий, но, в первую очередь, я сам летчик, и хочу еще раз подтвердить решение в воздухе, как говорится, крайнее у нас, говорят в авиации, крайнее, но на гражданском языке последнее, у нас в авиации говорят крайнее. Крайнее решение остается всегда за командиром экипажа. Независимо от любых рекомендаций диспетчера, он принимает решение. В данной ситуации для принятия решения, вот Артем Игоревич еще не добавил, еще, прежде всего, командир экипажа должен оценить остаток топлива, о состоянии погоды, точки, куда он будет идти потом для посадки. Вы вчера, если помните, что стояло над Республикой Беларусь, грозовые кругом засветки, точной засветкой стоял грозовой фронт, южнее, так скажем, города Лиды, в сторону туда, юго-запада, из запада Брест стоял грозовой фронт. Здесь, в районе Минска, тоже формировались грозовые фронты. То есть, командир экипажа тоже мог принимать решение не только идти на Минск-2, он мог идти, как и сказал Артем Игоревич, он мог пойти на Украину, в соответствии с погодой, если у него остаток топлива позволяет. Он мог пойти в Польшу, если у него позволяет остаток топлива. И мы, гражданские диспетчера, обязаны предоставить ему эти коридоры воздушной трассы. Это все говорит о том, что решение принималось командиром экипажа, без вмешательства везни. Спасибо. Вот, теперь я уже дополню командующего. Я хочу отметить, что та информация, которая вбрасывается в прессу, о том, что воздушные судны угрожали применением ракет «Воздух-воздух», о том, о чем сейчас говорят некоторые политики, о том, что там были другие угрозы. Вы поймите, мы четко следуем всем стандартам Международной организации гражданской авиации. Нет в стандартах Международной организации гражданской авиации каких-то угроз по сбитию воздушного судна. В случае того, если бы военно-воздушное судно поднимается, оно поднимается только для принуждения посадки, когда есть какая-то реальная угроза. От этого борта не было никакой угрозы для того, чтобы поднимать военный борт. Подъем военного борта связан только исключительно с тем, что 12 часов 47 минут был выставлен ответчик 77-00. Есть определенные процедуры. Мы просто следовали процедурам и протоколу. Нету ни одному военному летчику, ни одному пилоту военной авиации не доводится команда сбить воздушного судна. Сбитие происходит в воздушном судне тогда, когда оно объективно угрожает безопасности людей, которые находятся на земле, либо другим вопросом. Здесь это принципиально важная позиция. Стандарты ЭКАО говорят о том, что должно быть просто принуждение посадки, что здесь в данном случае даже речи не идет, потому что сравните даже время. Воздушное судно поднялось тогда, когда самолет уже был фактически на Глисаде в национальном аэропорту Минск. То есть не было никакой необходимости в том, чтобы это воздушное судно поднимать. А если бы оно продолжило полет, то ему до границы оставалось сущие минуты. Поэтому вот эти заявления об угрозах воздух-воздух, ракет, о том, что принуждение к посадке, это все фантазии. Это все какие-то придумки, которые делаются с определенной конъюнктурной целью. Я попрошу, может быть, я теперь, может быть, отвечу на некоторые ваши вопросы. Раз уже Артем Ильич затронул тему дежурного экипажа, перехватчика, еще раз хочу поднимать. Первое, я вам довел временные показатели и время, по которым действовал дежурный экипаж, что, опять же, подтверждается всеми материалами объективного контроля, записью переговоров в эфире. Это все может быть. Второе, мы вчера все видели, так скажем, выкладку с различных телефонов, снимки нахождения, кто-то где-то фотографировался на фоне аэропорта, кто-то еще где-то фотографировался, но мы ни разу не видели ни одного снимка дежурного экипажа, который сопровождает этот самолет. Прежде всего, для того, чтобы принудить к посадке самолет, необходимо дежурному экипажу подойти на визуальную видимость и вплотную вступить в контакт с командиром экипажа, чтобы он его глазами видел, это воздушное судно. Только тогда это будет называться сопровождение или принуждение к посадке. Ни одной фотографии мы, так скажем, в средствах массовой информации или в различных телеграм-каналах не наблюдали. Второе, я вам докладывал, что воздушное судно находилось в зоне дежурства над аэродромом Мочулище, в районе аэродрома Мочулище. Это тоже подтверждается материалом объективного контроля. Расстояние от аэродрома Мочулище до аэропорта Минс-2 тоже можете посмотреть на карте и оценить. Теперь, что касается вообще, то, что сказал Артем Юрьевич по действиям и почему дежурный экипаж обязанным мы были поднять до носущей воздух. В любой стране мира, которая, так скажем, имеет на вооружении авиацию, она имеет в своем составе дежурные силы по противовоздушной обороне. Для чего? Для того, чтобы охранять воздушную границу, прежде всего, своей страны, своей республики. А второе, чтобы в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств у гражданских воздушных судов, о которых я вам всем сейчас докладывал, что они идут строго по определенным воздушным трассам. Вся воздушная пространство над любой страной, оно строго регламентировано, как и регламентировано дорожное движение на дорогах. Идут воздушные трассы. Все воздушные суда гражданские идут только по этим воздушным трассам, которые заранее согласовываются через диспетчерскую службу. И вот в случае форс-мажорных обстоятельств, это именно или потеря ориентировки экипажем, или у экипажа на борту случается какой-то непреднамеренный, так скажем, конфликт интересов, и это воздушное судно уклоняется от данной воздушной трассы. В данном случае мы обязаны, это международная практика, как вам доложил уже Артем Игоревич, поднять в воздух дежурный экипаж. Для чего? Для того, чтобы прежде всего оказать помощь командиру экипажа. Первое, восстановление ориентировки. Второе, может быть, у него пропала радиосвязь, и мы установим эту радиосвязь в воздухе и окажем ему всю необходимую помощь. А может он нам сигналами, визуальным сигналами расскажет, что у него на борту находятся террористы, которые угрожают сейчас, так скажем, безопасности полетов, но экипаж об этом в воздух сказать не может. Поэтому устанавливается визуальный контакт. Визуальный контакт может установиться только если воздушное судно приблизится к, так скажем, экипажу или воздушному судну, терпящему бессон, на расстоянии менее 10 метров. Менее 10 метров. По-другому мы глазами летчик летчику не увидят и не посмотрят его жесты. Это так принято практикой. В данном случае вы все видели, но если бы мы хотя бы один снимок или что-то, или те материалы объективного контроля, что экипаж находился, истребитель рядом с этим воздушным судном, хотя по тем данным, которые я вам привел, он практически уже заходил на посадку, когда экипаж был поднят в воздух. Спасибо. Коллеги, спасибо. К сожалению, время нашего брифинга и стекло. Работаем более полчаса. Спасибо всем. Спасибо всем. Спасибо всем участникам. На этом мы завершаем нашу работу. Спасибо. 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 Спасибо.